Дай почитать. Многие из фактов истории я знала и до прочтения, и все же было что и почитать новенького. В книге девять тематических разделах, включающих истории, шутки, анекдоты, авторами и героями, которых стали знаменитые поэты и писатели. Из зарубежных – Байрон, Гетте, Дюма, Отец, Диккенс, Канан, Дойл, Твен, По, Сестры Баранте и многие другие. Из русских – Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Крылов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Маяковский, Светлов и другие знаменитости. Задача этих историй – не дискредитация великих, а попытка не в академической форме представить классиков не в бронзе и мраморе, а в простом человеческом обличье. Но лучшим доказательством станут примеры из книги «Племянница словаря». Во время работы над своими шедеврами Гоголь часто катал шарики из хлебного мякиша или ел сладости. А еще добавлю я – эти шарики хлебные он катал и за обедом, и вполне мог своему соседу подкинуть парочку в тарелку. Чехов садился писать, облачившись в парадный костюм. Маяковский, создавая поэму «Облако в штанах», ежедневно проходил до 20 километров, а иногда перескакивал с камня на камень или шагал, как лунатик. Лев Толстой любил шить сапоги на подарки, а раздаривал их всем знакомым друзьями-родственникам. Сент-Экзюперии в совершенстве владел искусством карточного фокуса. Пушкин любил кофе, но лимонад его бодрил больше. Кстати, перед дуэлью, по воспоминаниям его секунданта Константина Данзаса, он зашел в кондитерскую и выпил стакан лимонада. Как-то раз переболевший лихорадкой Пушкин пришел в театр в парике, ему во время болезни обрили голову. Мирно смотрел спектакль, но во время самой патетической сцены стянул с себя парик и принялся им обмахиваться. Серьезного представления не получилось. Крылов был известным обжорой и тучным человеком. Однажды его, идущего по набережной Фонтанки, догнали три студента, один из которых громко сказал «Взгляни, туча надвигается, и жабы заквакали», в тон ему ответил Крылов. А вот почему книга называется «Племянница словаря», вы, дорогие слушатели, узнаете, прочитав ее 12+. Дай почитать Субтитры создавал DimaTorzok